Я вам разделил нижнее основание в отношении 1 к А. Разделил? Замечательно. Скажите, пожалуйста, а почему я не могу верхнее основание разделить так же? То есть взять и поставить здесь точку, и то же самое. Здесь какой-то отрезок B, здесь KB. Что тогда будет? Вот если это будет какая-то точка L, каким свойством будут обладать отрезки ML и NL? ML будет что? Параллельно какой линии? Параллельно AC. Отлично. ALN будет? Параллельно это B. Ребята, вот это пунктирное. Это прямоугольник. Ломанное это на самом деле параллелограмм. И прямоугольник я обещал. Никто не обещал, что здесь 90 градусов. Но это параллелограмм. Все пишу. М, L, N, N, K. Параллелограмм. Параллелограмм. Вот эти два отрезка естественным образом связаны с параллелограммом. Посмотрите, пожалуйста, что у нас на самом деле не на всю большую картинку смотреть, а просто есть, есть параллелограмм. M, N, это диагональ вот этого параллелограмма. Что вы мне сейчас на самом деле должны доказать? Что вот этот отрезок от всего большого составляет такую же долю, как этот отрезок составляет от всего большого. Но, ребята, посмотрите внимательно. Как вы можете найти, какую часть составляет вот этот вот отрезок? Скажем, как вы находитесь к этому? Или как вы находитесь к этому? Посмотрите, нет ли у вас... Давайте я еще введу обозначение. Какая-то у меня уже были, ну, скажем, точки E и F. Итак, вот эта вот точка будет E, эта точка у меня будет F. Цель – найти отношение отрезка M, E или к отрезку E, F, или к отрезку E, F.